Волгодонцам повысят налоги на имущество на 20%. Такая информация совсем недавно прошла в некоторых информационных изданиях Волгодонска. Проект соответствующего постановления городской думы обсуждался еще на ее бюджетной комиссии. И в некоторых СМИ превратно истолковали его суть, дав информацию о том, что увеличение налога ударит по всем горожанам. На самом деле это не так. Сегодня это разъяснил для журналистов информационных изданий Волгодонска заместитель мэра по экономике и финансам Игорь Столлер на специальном брифинге. На столе главного экономиста Волгодонска целая пачка документов. К встрече с журналистами Игорь Столлер подошел во всеоружие. Оперирует он цифрами и реальными налоговыми декларациями. На их примере он доказывает, что поголовно волгодонцам поднимать на 20% налог на имущество никто вовсе не собирается. Такая информация прошла в некоторых СМИ после заседания бюджетной комиссии городской думы. В информационных наших сайтах в интернете появилась информация, которая не совсем корректно отражает то, что у нас сегодня происходит. Когда я читаю в интернете абсолютно некорректные комментарии, и я понимаю, что жителям не обязательно в этом разбираться, мне очень захотелось как-то внести ясность в этот вопрос. На комиссии по бюджету рассматривался лишь проект, который вынесут на очередное заседание думы. И то в нем говорится, что налог на имущество поднимут лишь тем горожанам, которые имеют недвижимую собственность, кадастровая стоимость которой превышает 500 тысяч рублей. В свою очередь кадастровая стоимость практически не имеет ничего общего с реальной рыночной. Например, кадастровая стоимость четырехкомнатной квартиры в Волгодонске не дотягивает и до 400 тысяч рублей. Это действительно будет в основном только дорогое жилье, которое имеет значительно большую стоимость. У нас со ставками налогов, по мнению правительства Роспольской области, крайне такая, нехорошая, у нас слишком низкие ставки. Мы пока отбиваемся. Все сложнее, но отбиваемся от того, чтобы пойти на поводу области и поставить максимально разрешенный налоговым кодекс. Ни у депутатов городской думы, ни у администрации такого желания пока нет. Даже если городская дума примет проект увеличения имущественного налога, то изменения, предусмотренные им, как разъяснил Игорь Столлер, коснутся лишь 5% волгодонцев, а городской бюджет получит около 4,5 миллионов рублей. Остальным 95% беспокоиться не о чем. Во всяком случае, пока. Виталий Никулин, Петр Авдеенко, Новости ВТВ.